Всем привет! С вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft. И как вы уже догадались по этой красивой желтой коробке, сегодня мы будем смотреть на страйкбольную версию МК-18 от ICS, которая лицензирована Daniel Defense. Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rules. Да, это страйкбольная МК-18 от фирмы ICS, которая лицензирована производителем огнестрельного оригинала, то есть компанией Daniel Defense. Напомню, что ICS в Россию возит магазин Airsoft Store, и сейчас эти привода есть у них в наличии. Если вы сейчас уже хотите написать гневный комментарий, что МК-18 мод 0 – это карабин, который NSW Crane в начале нулевых собрал для специальных подразделений ВМФ США, а это какой-то покемон-ган, не спешите. Потому что помимо военного МК-18 мод 0 есть еще и гражданская версия, которая производится компанией Daniel Defense и продается на оружейном рынке США за две с мелочью тысячи долларов. И этот карабин Daniel Defense называет МК-18. Ну, потому что имеет право. И именно этот продукт компания EMG лицензировала у Daniel Defense, а компания ICS выпустила страйкбольную версию. И насколько хорошо у них получилось, мы сейчас и будем разбираться. Daniel Defense МК-18 представляет из себя классический укороченный карабин формата CQBR, или как его сам называет производитель SBR – Short Barrel Rifle. Как и у оригинала, тут стоит внешний ствол 10,3 дюйма и цевье МК-18 РС-2 длиной 9,55 дюймов. Выполнено фрезеровкой из алюминия. Покрытие анодирования в цвете FDE. Присутствуют маркировки. Сейчас здесь должен возникнуть призрак старого душнилы рекона, который скажет, что это не настоящий FDE, а просто темно-коричневый, как делал Мэтбулл в свои лучшие годы. Но это на самом деле без разницы, потому что оттенок очень сильно зависит от освещения, да и какой должен быть правильный оттенок FDE, знают полтора землекопа, которые, скорее всего, давно забили на страйкбол. А еще у ICS, кстати, бывают версии в других цветах, например, полностью черная, полностью в койоте и даже полностью серая. Итак, цевье имеет 4 респланки во всю длину, что по нынешним временам выглядит странно. Но, камон, через 2 года ему исполнится 20 лет. Да, первые элементы ультра-современного СОПМОД БЛОК-2 начали появляться в 2005 году, а сейчас в 2023. Пламегаситель классический КАЦ НТ-4, стоят складные мушка и диоптер, но огнестрельного прототипа у них нет. Они дизайна и производства ICS. И стоят они здесь, скорее всего, только потому, что с оригинальным карабином от Daniel Defense вообще никакая механика не поставляется. Поэтому смело сложите их в коробку и ставьте коллиматор. Ресивер тут классический MIL-SPEC M4-A1 типа, материал алюминиевый сплав. Есть маркировки МК-18 и 5-56 на верхнем ресивере и фрезерованная маркировка Daniel Defense на нижнем. Органы управления самые стандартные. Это спусковой крючок, переводчик режимов огня, клавиша отмыкания магазина, имитация сброса затвора с задержки и имитация форвард-ассиста. А еще тут есть рукоятка заряжания. Спуск резкий и отзывчивый, можно спамить одиночкой. Посмотрите сами. Из фишек, если в режиме автоматического огня один раз нажать на спуск, то привод сделает очередь из трех шаров. А если зажать, то будет непрерывная очередь. Называется такая штука Smart Trigger и по сути совмещает в себе одновременно и стрельбу с отсечкой по три шара, и очередь. Еще здесь есть система сброса взвода пружины. Когда вы переводите флажок предохранителя в положение Safe, пружина полностью расслабляется, что, конечно, удобно для хранения и разборки. Рукоятка заряжания двусторонняя. Оригинальную DD Grip and Rip она не копирует, но она просто красивая. Затворной задержки здесь нет, но зато есть функция электроблоубэка. Это когда при стрельбе двигается имитация затворной рамы. Пистолетная рукоятка и приклад стоят фирменные EMG Z, выполненные по мотивам Daniel Defense, но отличаются и по геометрии, и по текстуре. Но они эргономичные и удобные, и рукоятка в руке не скользит. Кстати, в сравнении с классической А2 такая рукоятка имеет более вертикальный угол наклона. Это удобнее при длительном удержании, потому что вам не перегибает кисть. А еще у этой рукоятки интересно реализовано крепление пятки. Тут она держится не как обычно на двух винтах М3, а при помощи двух поперечных штифтов. С одной стороны это удобно, нет риска сорвать резьбу или слезать шлиц винта. С другой, потеряете такой штифт, придется покупать новую рукоятку. В основании трубы приклада есть простая двусторонняя антабка для крепления одноточечного ремня. Аккумулятор у этого привода устанавливается в приклад. Для доступа к отсеку с аккумулятором нужно просто потянуть и повернуть тыльник приклада. Это очень просто и удобно. И это, наверное, в принципе, самый удобный вариант организации доступа к отсеку с аккумулятором. Внешне этот привод, конечно, очень интересный, но самое интересное все-таки находится внутри. Труба приклада здесь крепится нестандартно. Сама труба надевается на короткий шток нижнего ресивера и фиксируется винтом. И в отличие от привычной схемы, здесь винт крепится в резьбу на нижнем ресивере, а не в гирбоксе. Само окрепление трубы со штоком тут выполнено отдельной деталью. Устанавливается в посадочное место на нижнем ресивере и фиксируется отдельным винтом. Винт добротный и матерый. Направляющая для приклада тут съемная, и между ней и трубой выполнены каналы для проводки. Вместе с пазом в штоке это позволяет полностью скрыть проводку и освободить достаточно много места для размещения аккумулятора. И это при том, что здесь в принципе в прикладе очень много места под аккумулятор. Как у всех приводов М-серии от ACS, гирбокс здесь разъемный. Для разборки нужно сначала сбросить пружину при помощи флажка предохранителя, извлечь задний пин, антуражно переломить ресивер, и вы получаете доступ к внутрянке. Теперь можно извлечь верхнюю половину гирбокса, в которой, кстати, находится ЦПГ, и стволик с камерой хупапа. Верхняя половина стена гирбокса усиленная и уверенно держит 130-й гардер или аналогичные по мощности пружины. И эту информацию мне, кстати, сообщили реальные владельцы ЭМОК от ACS. В нижней половине размещаются шестерни и блок электронного управления, благодаря которому спуск очень и очень отзывчивый. В стенках установлены 7-мм втулки и есть шимминг. Шестерни стоят стандартные 18 к 1, и на секторной шестерне есть доводчик Тапита. Блок электронного управления – это, кстати, тот самый SSS-E-триггер со всеми его фишками, то есть быстрый отклик спуска, умные режимы стрельбы, MOSFET и защита аккумулятора. Проводка стоит жесткая и тонкая, есть плавкий предохранитель. В базе, кстати, установлен Т-коннектор. А еще производитель в комплекте заботливо положил ответную часть Т-коннектора для аккумулятора, чтобы вы могли его самостоятельно припаять, если на вашем аккумуляторе Т-коннектора нет. Мелочь, а приятно. Пластина переводчика огня работает на микропереключателях. Кстати, достаточно надежное решение. Где-то там же рядом есть клавиша сброса антиреверса. Поршень стоит пластиковый с остальной гребенкой на 14 зубов из линейки MasterMods. В верхней части поршня есть выступ для зацепа имитации затвора. И очевидно, что если вы поставите сюда стандартный AEG поршень без зацепа, электроблоубэк работать уже не будет. Голова поршня тоже из премиум линейки запчастей MasterMods, алюминиевая, вентилируемая, с одним уплотнительным кольцом, выполненная из алюминия марки 6061. Форма головы не плоская, а с выступом, похожа на так называемый Silent Tip. Но дело тут не в бесшумности, а в небольшом увеличении площади контакта, что позволяет немного снизить ударную нагрузку. А еще тут есть подшипник, который вместе с подшипником, который находится на направляющей, уменьшает нагрузку на пружину. Пружина стоит неравномерной на вивке, обычная стальная. Направляющая пружины быстросъемная, с остальным штоком и подшипником. Цилиндр латунный, с отверстием на две трети для ограничения объема воздуха. Таппит пластиковый, по виду как обычный М4 типа. Голова цилиндра тоже из линейки MasterMods, алюминиевая, с двумя уплотнительными кольцами. В передней части есть резиновый демпфер для снижения ударных нагрузок на переднюю часть гирбокса. Демпфер в задней части имеет выемку по форме головы поршня. Мотор ICS EVO-1 с длинным штоком, заявлено 35 тысяч оборотов. Магнит из средней мощности, так что он скорее скоростной, а не тяговый. Нозл из линейки MasterMods, алюминиевый с уплотнительным кольцом. Геометрия оптимизирована под камеру Хупапа ICS. Резинка Хупапа стоит стандартная, с обычным пупырем. Давилка из линейки MasterMods латунная, формы песочные часы. В теории она, наверное, должна лучше прижимать резинку к шару. Но сколько проживет резинка в контакте с металлом, это, конечно, вопрос. Камера Хупапа металлическая, роторного типа, с плавной регулировкой. Стволик алюминиевый и легкий. Окошко для резинки Хупапа широкое и отлично обработано. Люди говорят, что у некоторых МКТ-СС были проблемы, связанные с неплотным прилеганием нижних стенок гирбокса к верхним стенкам, из-за чего могли быть поломки и проблемы с тюнингом. Но в случае с этой МК-18 этого можно не опасаться, так как подгонка частей здесь просто идеальная. Половинки держатся монолитно, без малейшего люфта, что прямо вообще. И я, честно, удивлен. В ресивере части гирбокса сидят, кстати, тоже очень ровно и четко. Короче, подгонка деталей у этой МК-и мое почтение. Но все-таки люфт приклада есть. Итак, что у нас с выводами? Ну, с точки зрения чисто страйкбольной игрушки привод определенно хорош. В базе стоит очень хорошая внутрянка. Да, это добавляет к цене за базовый привод, но зато сразу заложен запас прочности. Например, поршень с головой поршня, голова цилиндра, нозл и довилка вообще относятся к премиальной для ICS линейке тюнинга MasterMods. К плюсам также можно добавить отличную подгонку деталей, а также стандартные для ICS фишки со сплит-гирбоксом и электроникой. Довилка Хупапа, конечно, все-таки странная и лично у меня вызывает недоверие. Но, возможно, я ошибаюсь и она вполне нормальная. А еще ее можно всегда без проблем поменять. В остальном привод подходит под определение купил и играй, и можно не тюнить. С точки зрения внешки и копийности ощущения странные. С одной стороны, это лицензионный продукт с маркировками. С другой стороны, это почему-то не полная реплика, потому что приклад с рукояткой сделан лишь по мотивам ДД и не являются полной копией. А мне казалось, что фишка этой модели именно в этом. Напомню, что купить этот привод можно в магазине Airsoft Store. Ссылку я оставил в описании. Как всегда, предлагаю обсуждать этот привод и это видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх. С вами был Евгеньевич. До скорого!